Китоза Что там говорить? Китоз ветеринары стали диагностировать прямо возле коровы на ферме. И я скажу больше. О китозе заговорили люди из частного сектора. Проблема китоза стала масштабной. Что происходит с нашими коровами? Откуда взялся этот китоз? И почему наши коровы, переболевшие китозом, не только теряют молоко, но и могут погибнуть, при этом потеряв печень? И хотя в этом видео мы хотели бы остановиться на лечении китоза, но не можем не ответить на эти вопросы. И на главный вопрос профилактики. Друзья, у каждого живого организма есть свой ресурс, есть свой предел. И природу не так просто обмануть. В погоне за большим молоком или за большим количеством молока, человечество вывело самую продуктивную породу коров, которую мы знаем как галштинскую. Эти коровы способны в десятки раз больше давать молока, чем коровы, задуманные природой. У этих коров весь обмен веществ, весь метаболизм работает просто на максималках. И все это работает на производство одного секрета. И этот секрет это молоко. Если представить корову галштина, мы можем представить ее в виде фабрики, в виде быстрого конвейера, который работает настолько интенсивно, что все составные части должны попадать немедленно на этот конвейер. И что же происходит, когда на этот конвейер, конвейер обмена веществ, перестают попадать питательные вещества необходимые или попадают в недостаточном количестве? Тогда организм животного, организм продуктивной коровы, должен брать, вынужден брать эти питательные вещества из своих запасов тела. Запасы тела это гликоген или глюкоза в виде гликогена, это протеин, белок и запасы жира. Гликогена и белка корова не может взять много, то есть их запасы ограничены в организме и быстро истощаются, буквально за какие-то считанные дни. И тогда корова вынуждена использовать жир, запасы тела в виде жира, жировые депо. И вот как раз когда перерабатывается жир организма в печени, образуются его продукты переработки, кетоновые тела, в честь которых и названо это патологическое состояние кетоз. Кетоновые тела служат источником энергии для организма, но в большом количестве и жир, и кетоновые тела становятся ядами, убивающими его. Таким образом отдавая молоко и не получая взамен питательных веществ, корова истощает запасы организма и погибает без лечения. После того, как вы поставили диагноз кетоз, используя либо кетометр и диагностику по крови, либо тест-полоски, экспресс-тесты на молоко или мочу, и исходя из тех показателей, которые там есть, вы определяете состояние, либо это предкетозное состояние, либо это субклинический кетоз, либо это клинический кетоз. И уже исходя из этого, выбираете протокол лечения. Итак, если кетометр показывает 1,1,2 мм, или на полоске на мочу 1+, это предкетозное состояние. Если 1,2, 2,8 мм, или 2+, на полоске, это субклинический кетоз. И если выше показатель, то клинический. Также следует учитывать тип кетоза. Так как типов кетоза есть основных 2, это первый и второй, нужно учитывать такие показатели, как упитанность животных, так как второй тип характерен для ожиревших животных, а первый тип для худых. И второй тип характерен для первой, второй, третьей недели после родов. Первый тип, это худых, кетоз худых, как раз характерен на 1,5-2 месяца уже лактации. Также следует для дифференциальной диагностики этих типов учитывать показатели уровня глюкозы в крови. Кстати, глюкозу вы можете измерить с помощью того же кетометра, который имеет функцию глюкометра. Кетометр-глюкометр. Вот, только купив отдельно специальные полоски. Показатель нормы глюкозы 2,5-3,3 мм на литр. Протокол лечения субклинического кетоза. Вводим инсулин 200 международных единиц, одноразово, подкожно, за 15 минут до введения нормотела. Далее, фосбевит, комплексный препарат бутофосфана, источника энергии, и витаминов группы В, участвующих в обмене углеводов, в дозе 25 мл в мышцы на протяжении 3-5 дней. Нормотел. Комплексный оральный препарат с содержанием источника энергии пропиленгликоля и веществ гепатопротекторов, восстанавливающих работу печени и способствующих выведению излишков жира из нее. Метионин и холин, входящие в состав нормотела, играют гепатопротективное действие, активируют действие гормонов, витаминов, ферментов, белков, снижают концентрацию холестерина и повышают концентрацию фосфолипидов в крови. Никотинамид B12 и пантатенат кальция, входящие в состав нормотела, участвуют в метаболизме углеводов, жиров, протеинов, аминокислот, нормализуют функцию печени. Входящие в состав нормотела минералы цинк, селен и кобаль, активизируют обмен веществ и отвечают за защиту липидов в клеточных стенах от перекисного окисления. Нормотел с помощью дренчера заливает в ротовую полость в дозе 300 мл утром и 300 мл вечера на протяжении 3-5 дней. При показаниях китометра больше 2 мл на литр, в первый день утром вместо нормотела заливает зондом смесь для дренчера в количестве 30 литров. Курс лечения проводим обязательно под контролем диагностики китоза с помощью полосок или китометра. И проводим или продлеваем его до той степени, пока показатели диагностики не придут в норму. Или же, если они не приходят в норму на протяжении 3-5 дней или 7 дней терапии этого протокола, мы переходим к протоколу лечения клинического. Протокол лечения клинического китоза следующий. В первый день, кроме фосбевита, нормотела и инсулина, в тех же дозировках, которые были в первом протоколе, в вену делаем вливание текстроделл-50 в дозе 500 мл. Можно также использовать глюкозу 40% в дозе 400 мл на протяжении 1-3 суток. Также энерголит или фортелит в дозе 500-750 мл. Если у животного гипергликемия, используем такие препараты, как метаболаза 500 мл, ксилат 800 мл, сорбилакт 800 мл, глюкосил 1,2-1,6 л. В качестве противоацидозных средств при развитии кетоацидоза в вену ацидостоп или ацидофорт в дозе 750 мл, содобуфер 1,5-2 литра, натрия гидрокарбонат 4% 800-1,2 литра. Также в комплексе используем дексаметазон, препараты дексофорт одноразово в дозе 10 мл в мышце, кортексон ретард в дозе 8-10 мл в мышце, одноразово. При рецидивах заболевания или затяжном течении, когда есть риск серьезного повреждения печени, добавляем схему бровоглюкин, который содержит в своем составе холин. 50-100 мл на 100 кг на протяжении 3 дней, внутривенно. Орально гепатопротектор корсилин 10 мл на 100 кг массы тела на протяжении 5-10 дней. И, наконец, желчегонные препараты, такие как ментбутил. Его вводим в мышцы в дозе 10 мл на 100 кг массы тела на протяжении 5 суток. Итак, друзья, мы разобрали с вами протоколы лечения субклинического кетоза, клинического кетоза, а также рецидивирующего или хронического кетоза с признаками поражения печени. Но лучше не доводить животных до таких состояний, заниматься профилактикой, о которой мы и сказали в начале нашего видео. На что нужно обращать основное внимание? Это прежде всего не доводить животных до состояний ожирения или истощения. Обеспечивать полноценным рационом кормления, давать то, что нужно, в том количестве, что нужно, и в тот период, который нужно. Далее, следующее. Обеспечить достаточные условия комфорта, достаточную площадь для отдыха животных, особенно это касается периода сухостоя. И еще один важный фактор в этот период – это обеспечить достаточный фронт кормления, чтобы каждое животное, отдохнув на своем месте, могло встать и свободно подойти к кормовому столу и потребить свой полноценный рацион в том количестве, которое требует его организм. Имея оптимальные кондиции, такие животные минимально будут подвержены такому патологическому процессу, как кетоз. Запомните, друзья, кетоз – это не болезнь, это состояние выживания организма. Это крик помощи организма коровы к владельцу, о том, чтобы он задумался, как он кормит и содержит своих животных. Все в ваших руках. Все можно изменить. Все можно профилактировать. Берегите своих животных. До свидания.